Мы еще не прошли ту зону потрясений, в которую повергли нас смертоносные вирусы, но уже настал тот момент, когда пора осмысливать происходящее. Пандемия, этот мир самоограничений научил нас видеть окружающее другими глазами. Глазами существ поразительно хрупких, но способных влиять на действительность вокруг нас. И в первую очередь это творчество. Интересный разговор состоялся у нас с доктором биологических наук, профессором-академиком Петровской академии наук и искусств, действительным членом Нью-Йоркской академии наук Валентином Борисовичем Супуновым на одной из выставок, проходивших в рамках фестиваля молодежного искусства другая реальность. Эти картины, они как-то, ну, пытаются осмыслить вот то сложное время, в котором мы живем, хотя когда многое повернуто с ног на голову, вот когда, ну, есть какая-то абсурдность в этом мире, но все-таки в условиях абсурдности мы должны жить, выживать и по возможности жить достаточно хорошо и интересно. Валентин Борисович, в отличие от многих, в своих высказываниях и убеждениях нередко противоречит устоявшемуся общественному мнению. Например, он уверен в существовании снежного человека и научно это доказывает, опровергает теорию глобального потепления и не склонен поддерживать утверждение о грядущей экологической катастрофе. В любом случае глобальных катастроф не произойдет, и человечество, и биосфера уцелеют, пишет он в своей работе «Грядет глобальное похолодание», где утверждает, что этот процесс настолько медленный и незаметный для нашего восприятия, что существенного влияния на жизнь человечества он не окажет. А вот нашествие вирусов для нас – гораздо более ощутимая катастрофа, вызывающая тревогу и даже панику. И творческая мысль уже рисует мрачные картины будущего. Вспоминаются сюжеты и Орвала, и Кафки, и, ну, между прочим, антиутопия. Первый – это, может, Слатаков-Щедерин, «История одного города», где рассматривается такое идеальное общество. Да, здесь вот нашивка такая, да? Да, запуганный человек, да, проращенный полностью в приложение к компьютерной системе, вместо человека мы видим какой-то элемент мирового интернета или чего-то другого. Что касается вот этого будущего электронного рабства, о котором многие говорят, которое в такой художественной форме изображено здесь, я могу сказать определенно, что его не будет. Его не будет по трем причинам. Причина первая стоит в том, что, как еще писал Карл Маркс, рабский труд не производителен. И нас не могут загнать в полной мере в то рабство, в то идеальное общество, о котором писал Слатаков-Щедерин, и Орвелл, и Кафка, что, в конце концов, нам придется работать. Ну, были в истории нашей страны очень страшные периоды, когда, скажем, во время правления Сталина был массовый террор, но, в конце концов, пришлось все-таки людей освобождать, приводить из лагерей в шарашки и шарашки в закрытые институты, чтобы поднять страну. То есть, в конце концов, людям придется получать какой-то минимум свободы, преодолевая и страх, и преодолевая вот ту вот схему электронного рабства. Другая причина стоит в том, что система обладает гомеостазом. О чем писал вот гениальный ученый Вернадский, член временного правительства, кстати, и связанный с мировым масонством, о том, что система биосферы обладает гомеостазом, она способна сопротивляться разрушающим воздействиям. Когда на человечество давят какими-то совершенно неадекватными мерами, люди, в конце концов, начинают выходить на улицу, в конце концов, начинают сопротивляться, находят в себе силы как-то противодействовать это. Были в истории неоднократно попытки разрушительные, сократить население земного шара, но каждый раз какая-то возникала реакция. Как и сейчас, конечно, за время неадекватных мер против коронавируса, большая смертность действительно была в стране, карантин все-таки, он, конечно, неадекватен, но, тем не менее, стала возрастать рождаемость, потому что самоизоляция, ну, где-то привела к тому, что больше зачатия было из начала года. Ну, и потом какая-то, наверное, существуют некие законы эволюции. Вот именно, вот именно. Существует закон гомеостаза, а английский ученый Одингсон ввел, так же, гомеореза. Это устойчивость направления развития системы. То есть кардинально изменить ситуацию. Никакие силы, никакие там ниже домасоны, там, никакие мировые закулисы, они что-то могут сделать, но кардинально изменить ситуацию они не могут. Конечно, ситуация сейчас сложная и неблагоприятная, о чем, кстати, говорил никто иной, как Гутереш, человек, с мирами которого надо считаться. Ну, например, он сказал, что половина мировых финансов сейчас контролируется двадцатью шестью триллионерами. И это ненормально. Вот. Но, тем не менее, есть и другие силы. И, как бы ни действовали ненормально вот эти люди, но возникает какая-то система гомеостаза. И потом не надо забывать о том, что ни одна система контроля не может быть единой. Всегда по закону дивергенции Дарвина любая система распадается на две подсистемы с альтернативным способом адаптации. Также и высшие власти всегда были разные линии. Не может быть единой власти над нами. И эта борьба, она приводит к тому, что активизируются и силы снизу. Гомеостаз — это стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды. Умение противостоять внешним воздействиям скрыто и внутри каждого человека. Это мощнейший энергетический механизм, которым мы далеко не всегда пользуемся. Картина, которая отражает страх. Страх. Ну, здесь, ну, мне кажется, вот такая идея, что так же, как фильмы ужасов, в какой-то степени они веселят человека, чтобы тот научился смеяться над ужасами и преодолевать их. Так же и здесь. Вот этот страх, который сейчас пронизну общество, когда нам везде кричат о страшной эпидемии, о ее возможных последствиях. Вот. И мы все находим в состоянии страха. И у вас, кстати, ведь написана даже целая книга об этом. Да, у меня написана целая книга. На самом деле, периодически людей запугивали. И, тем не менее, человечество находило возможность преодолеть страх и выйти из этого кризисного положения. Потому что, ну, главный наш враг, это действительно вот находится внутри нас. И, скажем, ну, коронавирус реально существует. Заболевают многие. Но заболевают в основном те, кто именно боится заболеть. Ну, так же, как известно в медицинских институтах, когда читают лекции о какой-то болезни, студенты находят у себя признаки этой болезни. Так же, как сейчас, когда мы слышим везде о коронавирусе, мы находим у себя. Вы знаете, самое интересное, что об этом говорят даже врачи. Это не просто вот сейчас изыскание ученого, да, который как бы со стороны на все это смотрит. Об этом говорят и врачи. Вот это вот очень интересно, действительно. Да, совершенно верно. И вот если мы, глядя на эту страшную картину, найдем все силы успокоиться, засмеяться и преодолеть это дело, тогда, может быть, мы и выйдем из этой сложной ситуации. Этот разговор состоялся почти год назад. То, что казалось невероятным тогда, сегодня уже обыденность. Мы и не заметили, как маски и QR-коды стали частью нашей жизни. Это уже совсем другая реальность. Но главное, мы не разучились смеяться, любить и верить в лучшее.